Ваши права 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 Тогда, когда в состав семьи входил трудоспособный неработающий член семьи, когда у семьи было более чем два жилых помещения в собственности, когда было более двух автомобилей, если были какие-то не задекларированные доходы, то сегодня никакие препятствий для назначения субсидий нет. Единственное, в самом положении прописано ограничение, это тогда, когда семья приобретает или оплачивает какую-то услугу единоразово стоимостью свыше 50 тысяч. Но и в таком случае можно рассмотреть на комиссии, потому что ситуации могут быть разные. Семье дали в долг средства, она купила квартиру. Такое вполне возможно. И тогда тоже на решение комиссии можно даже в такой ситуации в порядке исключения эту субсидию назначить для данной семьи, независимо от того, что есть покупка на сумму свыше 50 тысяч гривен. И получается, что если в семье есть трудоспособные неработающие, сегодня это не препятствие. Мы для такой семьи доход для члена семьи трудоспособного неработающего виртуально засчитаем на уровне минимальной заработной платы и будем делать расчет. А доход принимается за месяц, за полгода, средневзвешенный. Какой доход учитывается? Сегодня мы учитываем доходы за предыдущий год, если нет никаких у человека других предложений. Если человек в прошлом году, допустим, имел один доход, а сегодня его доход значительно ниже, то он может по своему усмотрению выбрать доход не за предыдущий год, а за предыдущие три месяца. Но для этого он сам должен предоставить справку о доходах. В ситуации, когда человек стандартно просит оформить субсидию, исходя из дохода за прошлый год, как это предусмотрено по положениям, то тогда он никакие сведения о своих доходах не предоставляет. Он в декларации пишет только вид дохода каждого члена семьи, который он получает. То есть это либо заработная плата, либо пенсия, либо стипендия, либо пособия. И где он эту заработную плату или выплаты получает? И все это под его ответственность. То есть на сегодняшний день, как я понимаю, акценты смещены в сторону того, что государство, орган исполнительной власти или местное самоуправление сам занимается изучением, сбором всей информации, справки необходимые получают. Человеку нужно всего лишь заполнить декларацию, заполнить заявление. Но что важно, он полностью должен понимать, наши граждане должны понимать, что они несут ответственность за достоверность этих данных. Доходы нельзя занижать, покупки ценные лучше не прятать. Лучше вызвать комиссию, которой можно объяснить, что это кредитные деньги из банка, можно показать, наверное, договор. И человек взял кредит и на эти средства приобрел, предположим, автомобиль. Конечно. Со стороны человека требуется действительно достоверность предоставленных сведений. И если раньше в первоначальном варианте было необходимо указать сумму своих доходов, что для многих было очень большой проблемой, потому что, вы знаете, даже мы с вами вряд ли скажем сумму своей заработной платы, заработанной за прошлый год. Беспосторонней помощи не скажем. Не, конечно, беспосторонней. Поэтому для того, чтобы не было такой проблемы, человек будет указывать только вид. То есть это заработная плата или это пенсия. А уже сумму мы будем запрашивать через фискальные службы, через пенсионный фонд самостоятельно. И для человека не будет возможности здесь ошибиться. Но если он не укажет вид дохода, то есть скроет какой-то доход, или, как вы говорите, действительно ту покупку, которую он приобрел, и он не покажет это в декларации, то тогда, конечно, субсидия ему будет приостановлена и возвращена полностью государству. Она не будет никакой штрафных санкций, там возврата в двойном размере. Скроет людей, много информации. Многие говорят, что в двойном размере штрафы, что повторятся 90-е, что при продаже квартиры с вас взыщут, все заберут вплоть до квартиры. Действительно, население опасается, люди очень боятся. То есть идет возвращение неоснованно полученной суммы. Никаких сверху? Сверху никакого нет. Действительно, первоначально был такой момент, когда прописывалось возврат в двойном размере. Сейчас уже очередным постановлением Кабинета Министров это было убрано. И сегодня возврат идет, если только человек не покажет полностью свои доходы или недостоверно укажет виды доходов, идет возврат просто необоснованно назначенной субсидии. Ни штрафных санкций, ни двойного возврата здесь не существует. То есть бояться нечего, но нужно относиться к этому ответственно, безусловно. Очень ответственно и очень внимательно, потому что от того, как правильно человек заполнит заявление и декларацию, от этого будет зависеть скорость назначения субсидии. А какой срок в среднем или в установлении закона? Сегодня в порядке четко предусмотрено. Десятидневный срок с момента получения всех сведений, которые необходимы. То есть это сведения о доходах и сведения о плате жилищно-коммунальных услуг. Поэтому если есть какие-то нестыковки, это может требовать дополнительных проверок, и срок может затягиваться. А если все нормально, то есть как правило в течение пяти дней с момента получения заявления должен был сделать в электронном виде запрос во все службы, в течение пяти дней службы должны отработать и дать ответ, и в течение десяти дней с момента получения всей информации должна быть назначена субсидия. То есть это кругом-бегом получается где-то порядка месяца. Но, к сожалению, сегодня реалии... Службы разные. Это в идеале, да? В идеале. А в жизни бывает все. В жизни сегодня есть разные ситуации, как со стороны людей. Вот первоначально было очень много случаев, когда были разногласия по количеству даже получателей тех или иных услуг. Допустим, по ЖКС проходило, что пользуются оплатой за содержание дома при домовой территории пять человек, в то время, когда по Одесса-Газу проходит три человека, по Инфокс-водоканалу четыре человека. То есть вот такие неразберихи были, но тут люди сами виноваты. Мы не обращаем внимания. Реестры учетные у нас, к сожалению, не автоматизированы. Нет полностью электронного документа оборота. А может ли быть такое, что работник социальной службы не может получить в срок какую-то информацию и попросит заявить или ее самостоятельно получить? Либо таких случаев не бывает? Бывают такие случаи. Здесь люди должны это понимать. Особенно это касается таких организаций небольших, как ОСМД. А количество их сегодня растет. Это жилищно-кооперативы жилищные. То есть небольшие организации, у которых, как правило, даже нет и нормального, не то что учета, а того человека, кому можно было бы даже обратиться, чтобы эти сведения были предоставлены. Или частный сектор, там идет по составу семьи. Тоже немножко не совсем всегда можно получить сведения, поскольку они даются на основании домовой книги, которая находится у самого человека. Поэтому в некоторых ситуациях... Органы с СОН тоже подключаются. Конечно, конечно. И органы... У них нужно что-то получать, достаточно сложный процесс. Да, поэтому если мы видим, что будет затягиваться время, то мы можем попросить у человека, но это не значит, что это его обязанность. Это его добрая воля. То есть если он хочет, чтобы было побыстрее... Если с пониманием подойти, то он сам себе может... Конечно, конечно. Но это абсолютно не регламентированно. То есть мы не имеем права требовать ничего. Мы можем только просить. И если человек говорит, что нет, я не могу по каким-то причинам вам помочь, что мы сами будем добиваться, пока не будут все сведения. Но без этих сведений, к сожалению, мы субсидию не назначим. Велина Перронова, вот многие как раз опасаются, что потеряют какие-то льготы, либо возможность получить субсидию, если в доме будет создано ОСМД. Есть ли какие-то такие риски? Либо и через ОСМД тоже будут продолжаться льготы, скидки и прочие элементы государственной поддержки, будут продолжать начисляться? Сегодня субсидия назначается независимо от того, какой формы собственности жилье и кто обслуживает это жилье. Но для ОСМД была проблема, когда, к сожалению, очень многие не устанавливали тарифы, так как это положено по закону, и пользовались ченскими взносами. Сегодня эта проблема решена и указана в порядке, что если ОСМД не установила тарифы, то до того момента, пока не будут установлены тарифы, мы имеем право брать за основу решения общего собрания членов ОСМД и о тех взносах, которые утверждены этим общим собранием. Это только для ОСМД. К сожалению, сегодня очень много управляющих компаний, а вот для управляющих компаний, когда обслуживание идет и платится через управляющую компанию, то там должны быть только утвержденные тарифы. И вот здесь, к сожалению, сегодня... Да, конечно. И сегодня мы уже видим ситуации, когда жители обращаются, что, к сожалению, управляющая компания своевременно не предоставляет расчеты, не выносятся решения из полкома, и таким образом мы не можем человеку оформить субсидию на все виды услуг. Хотя на какие-то мы можем тогда, когда у человека прямые договора, допустим, там, с Облэнерго или с Инфоксводоканалом. То есть мы берем только те виды услуг, где нет никаких проблем с тарифами. То есть, возможно, такая ситуация, что получить субсидию можно не по всем видам услуг. Не по всем видам услуг, да, не в полном объеме. Потому что субсидия вообще начисляется на все виды жилищно-коммунальных услуг. То есть это содержание дома-преддомовой территории, в управляющей компании, то мы не можем брать. Если это у СМД, мы берем решение общего собрания по членским взносам. И если я не ошибаюсь, по закону об объединении совладельцев многоквартирного дома, городсполком должен утвердить максимальный размер тарифа или взнос, чтобы СМД его не превысило. И если оно останется в этих рамках, то город будет, соответственно, возмещать. Да, то есть, в принципе, тут для жителей, в общем-то, никаких проблем не существует. Действительно, там сейчас все четко прописано законодательно. И когда мы берем членские взносы, то мы сваряем их с наибольшим тарифом, установленным по городу для этажности данного дома. А субсидии, они поступают из государственного бюджета? То есть в местный бюджет они поступают и уже отсюда перераспределяются? То есть невозможно ли задержки при вот этой так называемой переброске денег? Да, вопрос, это очень на сегодня актуальный. Актуальный по одной простой причине, что действительно субсидия финансируется за счет государственного бюджета. Сумма субвенции на субсидии в этом году составляет больше 140 миллионов гривен. То есть достаточно для того, чтобы была назначена субсидия всем, кому она положена. Потому что на 1 декабря мы перечислили субсидию только чуть больше 40 миллионов. То есть достаточно средств. А вот что касается перечислений, то задержки по перечислению нет. Но есть моменты, когда проплата, как правило, осуществляется за предыдущий месяц. Может быть какой-то месяц, когда еще нет перечислений. И, к сожалению, у нас были ситуации, когда, к сожалению, поставщики услуг, они видят, что субсидия назначена, но она не профинансирована, и они это указывают как долги людей. Это абсолютно незаконно. Это пугает, это пугает многих. Да, абсолютно это незаконно. Поэтому мы говорим человеку, если он получил уже уведомление, а после назначения субсидии каждая семья должна получить соответствующее уведомление о том, какой размер субсидии назначен, какой остался обязательный платеж, и что человек должен оплачивать за жилищно-коммунальные услуги. И вот сегодня это не является проблемой человека. Это взаимоотношения между нами, как органом, на который возложена функция распорядителя, средств государственного бюджета по плате жилищно-коммунальных услуг, и той компанией, которая поставляет эти услуги. Это наши взаимоотношения. Человек здесь не играет, не несет какой-то ответственности. Ему назначена субсидия, он уже знает, что эта сумма оплачивается государством, и его не должно... Если он ее оплатит, то она должна потом зачислить как переплаченная и вернуться. Ему либо зачислить все следующие периоды. То есть она может быть зачислена в следующие периоды. Кстати, о субсидии сегодня тоже законодатель здесь пошел на то, чтобы субсидия являлась еще стимулом для экономии. Почему? Потому что если раньше мы каждый раз после того, как заканчивался отопительный период, или это срок назначения субсидии, мы пересчитывали, и если человек не употреблял в полном объеме, не выбирал свою субсидию, она возвращалась, то сегодня, если человек экономит и потребляет услуг ниже нормы, то все, что он сэкономил, будет идти на его лицевой счет как оплата будущих периодов его обязательной части, не государственной, а его. И здесь, конечно, должны уже люди понимать, что все-таки экономить здесь необходимо. И должны еще обязательно платить свой обязательный платеж, потому что если человек не платит обязательный платеж, для многих он составляет 4%, 5%, 6%, 10%, 15%, то есть в зависимости от дохода, то мы имеем право субсидию приостановить, и тогда, пока не будут погашены долги по обязательным платежам, субсидия назначаться не будет. А если, несмотря на начисление субсидий и ее получение в полном объеме, человеку все равно не хватает средств, у нас сегодня не такие высокие зарплаты, пенсии, за какими видами помощи еще может обратиться в ваше ведомство, наш гражданин, чтобы получить еще какие-то дополнительные средства, и в каких случаях это возможно? Субсидия текущая выплата, и она как бы помогает человеку наперед оплачивать жилищно-коммунальные услуги. А если у него есть долги, то здесь уже помогает город. И есть вид такой, как муниципальная помощь на погашение задолженности. Семья, которая оформила субсидию, имеет долги за прошлое время, подает заявление, и в размере 2,5 тысячи на семью мы можем погасить долги. Кроме этого, по инициативе городского головы, учитывая, что сумма отопления в счете наиболее высокая, и не всегда, может быть, даже субсидия перекрывает ее, было принято решение на отопительный период 2015-2016 года тем, кто оформил субсидию, надо еще дополнительно по 200 гривен ежемесячно дать дотацию муниципальную на оплату тепла. И вот буквально сегодня-завтра уже уходят списки и средства на выплату этой помощи, поэтому наши одесситы получат вот за этот год по 400 гривен, это ноябрь, декабрь, и на следующий год уже программа принята, январь, февраль, март по 200 гривен, то есть еще 600 гривен на отопление дополнительно к субсидии. Но еще раз подчеркиваю, тем, кто обратился и оформил субсидию, потому что сегодня, к сожалению, город Одесса, он по охвату населения находится на почти, ну где-то в последних рядах. И несмотря на то, что количество обратившихся значительно увеличилось, в разы, то есть в 4-5 раз увеличилось количество людей, которые пришли за субсидией, охват населения 10%, это очень мало. Это, наверное, некоторая инертность, а может быть и недоверчивость наших одесситов, которые, ну, надеемся, что сегодняшний эфир во многом прояснит и объяснит, что бояться нечего, нужно обращаться, и за вас все посчитают, все сделают, и все будет на высшем уровне. Елена Тереновна, спасибо вам большое, что согласились прийти к нам в студию, спасибо за эту полезную беседу и полезные разъяснения. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин